В современном мире, где автомобили стали неотъемлемой частью нашей жизни, обеспечение безопасности на дорогах является одной из наиболее важных задач. Каждый год тысячи людей становятся жертвами дорожно-транспортных происшествий, причиняя боль и страдания их близким и обществу в целом. В связи с этим роль комиссии по безопасности дорожного движения становится особенно важной. 29 сентября прошло заседание районной комиссии. Заседание ввел глава районной администрации Заур Хамирзов. На повестку дня были вынесены значимые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности на наших дорогах. С анализом аварийной обстановки и обеспечения безопасности дорожного движения в Кашхабльском районе выступил начальник УГИБДД Межмуниципального отдела МВД России Кашхабльский Азамат Курашинов. С итогом 9 месяцев 2023 года на территории Кашхабльского района заинтересованы 17-го транспортных происшествий, в котором 4 человека погибли и 16 человек получили телесные подтверждения. В прошлом году у нас было так, в 17 лет погибло 6 в прошлом году и телесные подтверждения в 20 лет. Докладчик отметил, что с целью предупреждения, и пресечения фактов возникновения ДТП, снижения уровня аварийности, были проведены профилактические мероприятия с привлечением сотрудников отдельного батальона ДПС, органов власти, общественности и СМИ. В целях профилактики ДТП с участием пьяных водителей в состоянии опьянения обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти. Ежемесячно направляются списки лиц, лишенных права управления транспортными в состоянии опьянения для проведения профилактической работы. В настоящее время на территории Кашкабульского района лишены 124 гражданина, из них 97 за управляемые транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На 43 гражданина из 97 не оплатили штраф 30.005 граждан, привлечены к уголовной ответственности за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. Проблемы знаем, понимаем, разбираем ежедневно. К нами будут продолжены мероприятия, стоящие перед службой, в тесном взаимодействии с органами власти для снижения аварийного отсутствия для эффективной дорог Кашкабульского района. Далее о состоянии автомобильных дорог местного и республиканского значений и подготовке к эксплуатации автомобильных дорог в зимний период рассказал главный инженер акционерного общества Кашкабульский ДРСО Азамат Кашиев. Акционерное общество Кашкабульский ДРСО соответствует сельско-сосударственным контрактам, заключенным в Садове и Автодор, в текущем году выполняют дорожные работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования без публиканского значения протяженностью 177,2 километра. В целях повышения состояния автомобильных дорог выполнены следующие работы. Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги на 3569 километров с облодом. За 9 месяцев выполнены работы по ямочному ремонту асфортобетонных и черно-гравильных покрытий на площади 2820 метров квадратных, что составило 330 тонн асфортобетона. На автодорогах выполнены работы по восстановлению отдельных участков асфортобетонного покрытия с устройством выравнивающего слоя общей протяженностью 570 метров. Ремонт укрепления обочины с добавлением нового материала на 8000 квадратных метров. В соответствии с проектом организации дорожного движения знаменены дорожные знаки и установлены 497 штук. Замена пластиковых сигнальных столбиков полиции 355 штук. Выполнена работа по нанесению горизонтальной разметки на проезжую часть с протяженностью 165 километров. Завершены работы по участку автомобильной дороги по программе безопасной и качественной автомобильной дороги на автодороге под детскую Тручихрак протяженностью 2 километра 831 метра. Также на автодороге Найкоп-Геогинская-Эпсибай выполнена по той же программе безопасной и качественной автомобильной дороги в протяженностью 2 километра. Завершены работы по заключенным муниципальным контрактам реконструкция подъездной автомобильной дороги в поселке Майском, также в поселке, в селе Вольное, извините, до Дома культуры. На данный момент выполняются работы по заключенным муниципальным контрактам в той же программе реконструкции подъездной автомобильной дороги в селе Вольное, в подъезд с однозначным объектом. Члены комиссии рассмотрели вопрос по взысканию штрафов в области безопасности дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения за третий квартал текущего года. На принудительном исполнении в Кашхабльском районном отделении судебных приставов за 9 месяцев текущего года находилось 9 311 исполнительных производств о взыскании штрафа в области безопасности дорожного движения на сумму 7 420 000 рублей, в том числе 84 исполнительных производства о взыскании штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения на сумму 2 520 000 рублей. За указанный период окончено фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном документе, 5 860 исполнительных производств на сумму 4 148 000 рублей, в том числе 29 исполнительных производств о взыскании штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения на сумму 870 000 рублей. В завершении заседания глава Вольнинского сельского поселения Мурат Хагуров и исполняющий обязанности главы Бричепсинского поселения Даличири Балоков проинформировали присутствующих о проводимой работе с населением, о недопущении управления транспортными средствами в состоянии опьянения лицами, лишенными права управления.